Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 877. События дня. Третья книга. Сарш 14.6. Я грозный посланник к Тебе. За 11 мая 2018 года. И вот оформлена переписка моя с СД. Себе возьмите это, пока есть возможность, потому что они гоняются за мною, взламывают, стирают. Это годится, по их мнениям, так делать. Сирахов, 37.2. Не есть ли это скорбь до смерти, когда приятель и друг обращаются во врага? Вот вздумайтесь в это. Где большая скорбь? Не от потери какой-то суммы, денег, инфляции, а что? Приятель и друг, с которым ходили вместе, разделяли искренние беседы. Поднял на меня пяту. Ну, Давид говорит это все. А евангелист Иоанн говорит в первом послании. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Ну, вот определить печаль и радость. И все касается спасения души. Рустик. Расстрелял сегодня проповедил лаборантку на работе в рентген-кабинете. Она мне в матери годится. 1955 года рождения. Но при этом духовно мертвая. Зацепилась за политику и надеется на лидера страны. А бога ей не надо. Здрасте, приехали. После чего отправился на рыбалку с двумя псевдоправославными. Не споймал ничего. Молился. Только два раза клюнуло, и все на этом. А они матерками все приговаривали. А я их наставлял, чтобы не матерились более. Но похоже, что они духовно мертвые. Хотя, как люди, хорошие. Хороших в аду много. Пришлось каяться перед Богом за то, что общался с ними. И все праздно. И молился за них. А что себя от мира совсем же не оградить? Все равно, Игнатий Тихонович. Ну, вот такие сведения идут. Господь наш Иисус Христос пришел призвать не праведников, а грешников к вере. Но все же неприятно, конечно, когда приходится якшаться с такими по своей воле. Сови же обличает. Как бы ни оказаться мне перед Богом, нагием, двуликим, лицемером. Только слезы покаяния, трепет и сердце все смоют. Слава Христу! Выхожу я как-то позавчера из своего подъезда дома. Вдруг откуда ни возьмись, подкатил урка. Начал интересоваться моей бородой. Говорил, что она меня старит сильно. В общем, как всегда, начали за здравие, а окончили за упокой. Им в пьяном виде потележить или на наводке, прозондировать по наводке. Кто такой? Что да как? Чем живет? Чем дышит? Ну, вы знаете прекрасно, Игнатий Тихонович, на вопрос «Ты кто вообще по жизни?» Мне Господь давно вложил в мой разум ответ. Я человек, созданный по образу и подобию Божию. Я православный христианин. Этим все сказано. Православный – моя национальность. Только от него хотел отойти, он мне сходу. Стоять! Ты что, войны ищешь? Тебе со мной жить в одном доме, не забывай. Я ответил – я войны не ищу. И он отстал. На самом деле, это все детский сад. У меня есть мой спаситель Христос. Я молюсь за него, а дача будет такая – захлебнется. И это без всяких рукоприкладств. Другой, проходя мимо мне. Я таких убиваю, я сам мальжахет. Наверное, его смутила моя борода. Гнилой народиста. Поле для евангелизации громадное, но вспаханное. Даже урки кресты носят. То есть, это как раз и не спаханное, а сорняками засеянное. Вот интересно. Я не знаю еще, что будет в этом дне, в прошедшем. Ну, вот сегодня у нас уже 12 мая. За 11 мая. Но впереди всех отказался. Рустам теперь. Рустик принял крещение. Кто он по национальности? Можете посмотреть. Ну, явно дело, что и имя было не русское. Ближе туда, к востоку. И вот Господь его нашел. Ну, дальше я пишу. Домой написал. Послать не знаю как. Жду Алексея. Устинного с Новосибирска. Передать им. Вижу, Володя сфотографировал. Там пришел. Заснял. Где, какая, вода, сколько. Там ничего не делают. Сколько раз наказывал. Никому не надо. А он приехал. У него с собой этот видеоаппарат. Он пошел везде снимать. И я все за день выставил вчера. Получил и выставил. Смотрите. Ни один из наших недругов, которые за нами присматривают, расследуют жизнь до тайны, как пишет Давид, у них ничего этого нет. Вот они сидят. Сидят там за столом где-то. Крест на круглом животе. Скатывается в сторону. И как будто не веет. Сразу воды ставят. Их люпают, сидят. Это пример. А за мной охотятся. Вот вчерашний день был прорыв буквально. Они их как занесло. Но если сейчас хотя бы немного можно успеть, я им пишу. Только приступить к работе на этом пруду сразу же оставь все дела. Я приехать намерен только 2 июня. С субботу. Это еще почти 3 недели. Итак, что нужно и по силам вам сделать? Вот это события дня. Я и говорю, чем я занимался. Заранее поговори с Устиновыми, с Володей Плотниковым. И кто их же есть еще. Женю позовите. И кто у него есть. Работа только на полдня пока. Главное, не прорыв полностью. И сразу ликвидировать. Оно поставить там пломбу добрую, чтобы вода стала подниматься. Пусть хотя бы и медленно, и не прорывалась. Чтобы помогли, кто может. И Никиту захоти обязательно. Ибо одному там трудно будет, и почти невозможно. Ну, по уставу написано, общественная работа не отрекаться. Ну, гляжу, что-то Никиты нигде не видно. Не знаю, почему. Пока не видел. Это общественная работа. Там я вложил уже больше миллиона. Больше. И сколько времени там провел? Год за годом провожу. Восстанавливали пруды, дороги. А они там живут. А я не живу там. Ну, конечно, я виновен. Гуру, гуру, гуру. Заранее подготовить все, что нужно, чтобы, когда люди подойдут, сразу же расставить всех по местам. И быстро-быстро начать работу. Повторяю, в 20 лет, после окончания строительного техникума ПГС, промышленно-гражданское строительство города Барнаула, это было 59-60-й год, 59-й год, в это время на работу отправили в органы МВД, строго режимный лагерь Плишкина, Иркутская область. У меня и опыта-то никакого нету. Но прораб. Шесть объектов. Шесть объектов. И Господь позволил выйти живым. Я рад был, что в армию взяли. И армия такая легкая была. А здесь 7 месяцев, по 2 смены и без одного выходного. Поэтому расставить я знаю, кого и куда и как. Оставьте все дела, все на полдня. И ни дня не откладывать на завтра. Только сегодня. То есть, вода уходит. Ни часа, ни медлить. Взять с собой инструмент. Лом, выдергу или две. По числу людей взять лопат штыковых и совковых. Толкушки 2-3 разных. И ведра для земли, можно и дырявые. И для воды добрые. Подливать. Попросить сразу же, чтобы Игорь подвез все на тюк. Барабаш. Хотя бы 1-2. Обязательно сразу же. Заранее. Пусть даже и выходной завезет. Завезет вплотную к стоку. Где прорыв. И там столкнет на дамбу. Не вниз. То есть, подробно даю. А они там. А они даже никакой нужды нет. Вода утекла. Нет. Опять прорывает. Опять бульдозер нанимаю. А это все можно сохранить. Я заранее должен обдумать, как. Почему? Потому что не смотрели. Я говорю, поставьте дежурных. Сразу тревогу. Разве забили. И все. Нет. Никого. Дежурного ни разу не было. Батюшка с собаками пойдет гулять. И говорит, вода прорвала. Идет. Все. Больше ничего нет. А нынче дорога там сохранилась. На второй мостик они проехали. Нам дорогу главную. А вы поднимаете, прорвет. Поэтому прокопали они. Разобрали камень. Ну и там все разнесло. Теперь вода ныше стала. Я недовольный. Лишь бы ездить только можно было. А я хочу, чтобы там было больше воды. Чтобы рыба не задыхалась. Запустить туда карпа. Карася хорошего. Будет так. И Володя один там пошел с Василием. Немного. А далее. Что я ему вот это наказываю? Как передать? Я направляю на Никиту. На кого нигде ничего нет. Другой раз. Вообще отзыва нет. Я посылаю на Лену. Отзыва нет. Вот эту инструкцию послал. Как ее послать? Я тогда звоню. Я вообще не звоню. Вчера пришлось, наверное, раз в 10 звонить. А почему звонить? Потому что деньги стоят. А у меня нет. Хотя мне кто-то все время сбрасывает на телефон. Кто-то зазомбированный мной, очевидно. Попросить сразу же, чтобы Игорь подвез все на тюк. Топор взять. Кувалды две. Гвозди, пилу. Ножовку, веревку. На всякий случай тонкую. Молоток, топор, щипцы и в ведре. С собой возьми и пилу свою на бензине. И бензина с запасом, и масло для нее. Игорь, чтобы завез на машине сваи. Какие у нас есть там. У тебя и на скворечнике. И остальное еще напилить можно заранее. Любой толщины, даже тоньше кисти руки. Длина этих сваев может быть до полутора метров. Или даже где-то меньше. Можно напилить нам в кустах. У дамбы. Пусть и кривые чуть будут. Тоже пойдет сбоку. Смазку, отработку. Когда это будет приготовлено, то определить нужно место, куда перевезти сток. Туда дальше, где видно, что уровень воды сейчас какой. И на одну доску меньше в ширину сделать. Это же слип разобрать, гвозди выдернуть, распрямить. Степу возьми. Сток пока можно и не делать. Главное задержать воду. Пока и следить, чтобы если будет быстро подниматься вода, что сомнительно, тогда можно и сток сделать сразу же. Но это большой труд. Дождитесь меня. Теперь послушайте все внимательно. Как и где пломбу поставить? Прекратить упускать воду. Когда все уже завезено, и главное, сено и сваи, и прочее годное, вместо сваи настоящих, напилить и заострить. Промазать заранее, с избытком заготовить. Сколько? Смотри по промыву, который нужно моментально, в минуты, заградить в два забора из сваи. Наружное ограждение со стороны пруда. Большие настоящие сваи на 70 сантиметров или чуть дальше, в сторону от пруда. Второй заслон из тонких свай или из напильных стучков тольника. Этого добра много на храмовом пруду, на дамбах и на лагерном. Их надо побольше, чтобы плотно друг другу были. Там пилить, а вода там идет по прорыву? А вода-то идет. Там пилить их по размеру и скорее даже не очищать можно, не смолить, а забивать вместо саженцев тонким концом кверху, чтобы могли прорасти и деревья потом. Такие же можно и наружные иметь. Забивать заострить лишь. То есть они могут прорасти. А то у меня ставили-то это толстым концом кверху. Но ногами она не растет. У ней не может там ничего быть. Наружную ограду заграждения со стороны пруда как делать? Сделать полукругом. Как это сделали на этой же дамбе рядом она? Посмотри. Чтобы концы ограды из больших свай захватили по метру или чуть меньше края прорыва. Дальше и шире, с двух сторон полумесяцем. Высота свани должна выходить за пределы верха дамбы. Нужно присматриваться к горизонтали дамбы, где прорыв. Чтобы ни ниже, ни выше была засыпка прорыва. А остальное можно позже сделать, когда приеду. Новый слив будет много дальше туда, за ограду. Засамонить только то, что между этими ограждениями. И чтобы вода сразу же не промывала, можно старые мешки принести дырявые. И сбрасывая глину в эту загородку, шириной 70 сантиметров со стороны кустов, как бы сразу-то и толочь. И быстро-быстро мешки подкладывать, пустые и рваные. Их прижимать ко второму ограждению. И потом так же и на первую сторону загородки от пруда сделать. Воду остановить. А ограду у стока поперек дамбы разобрать. Жерди убрать пока. Там много земли, ее можно брать. А остальную землю потом Игорь Куном притащит с той стороны, от деревни, возле той дамбы. Там ее много земли. Где нет насыпи, ищи его дамбы. Чтобы земля была на той стороне для слива, где целина. И чтобы ее так быстро, невозможно было в воде размыть сток. У нас где промывает, это насыпанная земля-то. А сделать там сток, где целик. А там сильно-то не промоет она ее. А ограду у стока поперек дамбы разобрать. Вот понятно как? Это такой... Вот малый вопрос. Так это я только написал. А сколько еще по телефону сказал? Далее. Рукой своей еще здесь три бумаги написал. И жду, сейчас Алексей поедет. Планы. Все распределил, нарисовал картины. Сколько же у меня время-то ушло? А еще ничего не сделано. И вдруг Володя пишет. А я уже пломбу поставил. Это не Володя, а слиток золота. А как? А с Васей мы привезли туда все. А батюшка, да кто будет? Да нету времени. Да сейчас сажают. Я второй раз батюшка опять за те же слова. Я говорю, ну как вам, ай-яй-яй. Столько сделано, и вам все равно. Рыжковский пруд. Хозяин один его держал, а вы не можете. А никого нету. Как нету? Да. Один Володя заменит вам эту дивизию вашу. Все Володя сделал и закрыл. Пломбу туда все поставили, а теперь... Христос воскрес! Старшая сестра Татьяна Кузьминишина проверяет меня, как я. Вот я потом расскажу, допустим. Отвлекусь маленько. У меня задача утром не проспать. В 4.40, чтобы быть на ногах. Ну вот интересно. Просыпаюсь в 2.30. И поэтому Надежда Васильевна мне стучит. Специально дал куда-как около головы. Звонит из Потеряевки. Иногда на Казу из другой страны в это время даже звонили мне, чтобы я не проспал. И когда я попал один до другой раз туда, где свободы нет, у меня спрашивали, о чем вы молились? Главное-то до взятия, до ареста. Я молился об одном, чтобы дух молитвы меня не покинул. А что это такое? Даже баптисты спрашивают, что это такое. И Бог меня не покинул. До минуты точно вставал в 4 часа, а подъем в тюрьме в 6. Когда спрашивал с теми, кто сидел, ни у кого этого не было. Ну что, завидовать надо? Клепать на меня? Да это ваше дело. А мне некогда. Меня когда бьют, а меня на том месте нет. Их снаряды ложатся мимо. Вот я одновременно вел занятия в 13 школах. Школах, не считая 5 университетов, все техникуме. Все отделы милиции, воинские части, заводы, фабрики, тюрьма, лагеря. Это в Алтае только, не считая выезды в другие места. Сколько же у меня было запросов. Машины едут, полковники. Мы решили зафрахтовать самолет, чтобы вас с одного места в другое перевозить. Те, которые нападают, ну ничего нет. Что я могу сказать? Да и некогда мне думать. А вот гордость, гордыня. То есть надо, чтобы никто не знал. Все говорят, невозможно. А мы показали, возможно. Город на вершине горы сияет. Как они лопаются от этого. Благослови их всех, Господи. Это люди для нас польза. Русик. Глядя на наш народ, я вижу постсоветское быдло. Я теперь просто не могу не согласиться с Солженицыным, который в свое время написал архипелаг ГУЛАГ. А на меня как раз нападают. Да кого он предатель? Да он бежал за границу. Он бежал. Интересно. Как он бежал? Как? Его выслали. Ну, то есть лжецы. А сейчас отчетливо видны последствия советского строя. Смешали интеллигенцию с дерьмом. Вот вам и равенство всех. Тракторист, грузчик, доктор и вор. Все в совке на одном уровне. Быдляк чистейший. Безбожие сонмы псевдоправославных ублюдков и атеистов. Это страна, в которой я живу. Смердит сильно, только кровью все смоет свои грехи. Раскаяться не хотят в них. Должно родиться новое поколение, воспитанное в православной церкви. Иначе такой страны, как Россия, больше не будет. Вот интересно. Благослови его Господе, Русика этого. Я ему сказал, что 3 октября и память его святого. В 95-м году он был казнен. Пресвитер один. Его биографии-то нет. Я его сразу раздобыл и просчитал. Сказал ему. Я его даже, Рустам был. Рустик теперь Русланом называли. Как бы огорчил чем-то. Сказал, что вот такой и такой. Ты есть, и тебя кто-то ждет. Он сразу меня тоже скинул. А потом сразу прости меня и вернулся. То есть он неспокойный, но он за дело видит, в каком состоянии народ. И попы, которые нападают, так они никакие. Им надо заниматься паствой. Вот характеристика паствы. Абсолютно точная. Все смешанное. Евгений Трабко. Идут венчаться, как словно получить талисман удачи от церкви. А внутри стоят неверующие, вовсе не щадо церкви, вовсе неверные сыновья и дочери Царства Божьего, формально принадлежащие к церкви через крещение, сердцем и душой, вовсе далеко от церкви отстоящие. Живущие по мирским стихиям и обычаям, но не по обычаям Евангелия и уставам церкви. Еврей пишет, близ Иерусалима живущий. Сколько лет он с сектантных провел, ходил, наткнулся на нас и принял святое крещение православное. Те, которые нападают-то, грамотно это, пишут что-то против, они же ничего этого не могут показать. Ну, нету. Нету. Деревья, дважды умершие, бесплодные, осенние. Немогущие стать общиной. Едва ли могущее быть проходным приходом. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. И формальное крещение не поможет. Кто Духа Христова не принял при крещении. Вода осталась водой. Немогущие быть верные Богу и его церкви. Будут ли верны брачному союзу? Умница. Как он правильно отвечает. Кого Бог сосчитал, того человек да не разлучает. Да еще неизвестно, сосчитал ли. Он скрывает, что у него пять манек, десять танек. Бог сосчитывает только верных своих ниткой, скрученной втрое, которая не скоро порвется. Да сейчас хоть железные оковы. По неволе вспомнишь ярмарка суеты Яна Амоса Камынского. Только умрет. Едва отскочила привязка-то его. И уже опять ищет. Садятся в корзину, меряются. У кого больше соплей. Валентина Сартисон. Христос воскрес. Мир всем. Нужно выяснить, законно ли это место принадлежало для выгула собак. У Сергея, где он, Пупков, проводил занятия, там он устроил брошенное место в саду. Ну, как деревья там растут. Я видел. Я сам ни разу там не был. Вчера приехали машины, Камазы, бульдозер. Все это разгружает. А он ограду сделал, шины где-то набрал, колеса. И все это грузят. И он молитесь. Я говорю, Сережа, надо узнать, законно было у тебя или незаконно. Потому что есть администрация. А если незаконно, все эти коттеджи все крушат. Надо просто знать. Законно должно быть. Вот у нас ни разу не ломали. Никак. А заниматься. А я ходил в уголовную розы занимался с собаками. И на экзамене моя собака заняла первое место. Лучше всех. Я знаю, о чем говорю здесь. И я стал молиться. Господи, как твоя воля будет? Сергей записал, он близко не подошел. Молодец. Издалека. А если нет, она пишет с Артисон, так эта земля принадлежит городу, и они делают там, что хотят. Возможно, у города другие планы на это место. Нужно согласовать с властями и узаконить эту площадку. Помогем, Господи. Какая же она умница, Валентина Артисон. В Германии. И вот она как рассудила правильно. На сто процентов, как этот говорил там, безуродный. Что в Бога-то не верит. А один задает, я спрячил имена, даже не стал говорить. Христос воскресе, Игнатий Тихонович. Максим Степаненко очень интересную статью написал. Я с ним полностью солидарен-то. Эта статья может привести вам пользу. Не пренебрегайте. Христа ради. С Богом. Ну, кто же такой Ре? Я вам скажу. Да, Роман, малыш. Видимо, пришел маленько в себя и опять за прежнее. А дальше будет покрепче. Он был в Потеряевке. Замечательный человек. Принял и оказалось не тот. Мы не изменились. Изменился он. Если только эта измена была, не раньше им придумана такая акция. Но его нет. Теперь только молюсь ежедневно. Все. Потеряевку ему не быть. Этот участок за приходом за другим будет. А у него больше там ничего и нет. Да лет пять ему еще не разрешат приезжать. Он властям стал поперек. А я как будто его предал там. Он ни паспорт не показывает, ничего. Гражданин другого государства. Ну, нигде так не делается-то. И нами всеми пренебрег. Ну, и что? Мы обязаны обращаться к властям. Это канон, говорит. Канон церковный. А они знают эти каноны? Да они ничего не знают. Чего не знают? А если бы знали, значит, они бы считали, Карфагенский собор был такой. Я сейчас даже могу правила назвать. Это у меня тут и есть. Так. Минуточку. Да там подряд можно прочитать один раз. У меня не тот взял я. Ладно. Там и обращаться к мирским властям. Это Брагословяйский собор. Но если нет никакой управы. Мы с таким трудом получили регистрацию. Он даже не знает. А ему зачем мне надо? Все, я хозяин. А и на него это населится с всех сторон Дон Чен Ли. Каких только нет. Он на полном серьезе верит. Ну, верит и верит. И никого нет. А сейчас рассеялись. Ни одного нет. У меня был один такой нападал. Алмаз. Алмазов там. Самбурек какой-то с Казахстана. Ну, пришлось. Голову отрезает, а приклеит к другим фигурам. Надежда Васильевна подцепил туда. Да, и творит она блуд там с кем-то. Ну, то есть безумие. Пришлось обратиться в прокуратуру. Эти брякнули туда, видимо. Все заглохло, как будто его никогда не было. Сгинул. Все. Стер и ушел. Ну, еще совсем-то уже маленько просчитывать надо. С 10 тысячами против 20 тысяч выходишь. По телевке ни одного человека нет за него. И как ты думал жить? Максим Степаненко очень интересную статью написал. То есть, представьте себе. Такая беда. Две жены. Ни с одной не живет. Все брошено. Завез столько инструмента. Пришлось вывозить сюда по этапу. И снова опять за то же самое. То есть, безбожники. Если бы хоть чуть-чуть верил, то разве можно такое? Ну, хотя бы вот это, старые раны гнойные, это зализовал хотя бы лет пять. Нет. Тут же выскочил. И что? Ай. Вот. Про вас наказали? То есть, всю Блевотину собирайте. 5-20 Исаевы считайте. Максим интересную статью написал. И все. Новинка написал. Да давно написанная. И никто не понимает. А Максим тут уже и благословляет меня. Это вчерашний день-то. Максим, Максим. Максим на меня счетом написал. Посчитайте, сколько сотей таких-то. А я ему что? Ни одного слова. Повторяю. Ни одного слова не было. Нет и не будет. Почему? Я не меняю позицию. Нет. Я сказал, когда он это слово на Б, вторую букву, алфа, это про женщин, без мужей рождающих. И он говорит, я бы сам о себе так не сказал. Был, приезжал, принял крещение. Я на этом остановился. Остальное он писал. Ну, он или не он, в первую очередь. Я не знаю. А во-вторых, ну, что он написал? У русских хорошая пословица. Наплевать да забыть. Писал-то я, просчитал все статьи его, скопировал себе. Это не про меня он пишет. И он-то это прекрасно знает. Когда он пишет что-то, я говорю, да это не обо мне пишете. За мной ничего этого нет. А вот как раз за мной ничего этого нет. Нету ничего. И поэтому его статьи для меня нисколько не обидные. Но я знаю, что если это зло, то я принял это на себя с благодарностью. И вчера, когда просчитал новое-то, мне надо спать. А мне на душе до того легко и весело. Я благодарю Бога. И благодарю Романа, что опять напомнил об этом. Я вынужден ответить. Потому что просят ответить на эту статью. Она новая. Она столько сказала про вас. Про вас не сказала. И что Максим раз за разом писал такие статьи? Да со ссылками. Он мастер писать. Но самое главное, вам так не написать. И вы берете чужое опять же. А Максим был, встречался, и мы беседовали. Вот так. А вот он, Максим, сказал. Ну что, сказал вчера. Писание учит нас, говорит. Не на каждое слово обращай внимание. Ибо знаешь, что ты и сам говорил. Посчитайте притчи Соломона. Я на этот принцип придерживаюсь. И никогда про Максима. Никогда я не желаю говорить чего-либо. Почему? Мои памяти те радостные дни. Вот Иуда Бенгур. Кто видел фильм? 11 Оскаров получил. Прекрасный фильм. Это что же? Это просто удивительный какой. И теперь его сестра и мать. Невинно арестованная. В камере сидят. И там они покрылись проказой. И они теперь с ним не хотят видеться, чтобы он их помнил такими, какими они были тогда, когда его арестовали. Иуда Бенгура. Это первый век. Начало христианства. И Христа показывают. Но так, что его и не видно даже. Так вот. Я хочу Максима помнить таким, каким была наша первая виртуальная пока встреча. Больше ничего не скажу. Не скажу никогда. Я не меняю свою позицию. Почему? Максим выше вас всех. А потом у меня все. Когда я молюсь, утром, да и днем еще семь раз надо помолиться. А всех людях три святой и сто поклонов. Это за один раз считается. И отдельно у меня отступники, враги и помощи нуждаются отдельно. Я за каждого. Пьяниц прочистил, когда дальше своих, родных, заповедовавших, больных где-то. А где у вас, интересно, кто? Где? Прочитайте печаль сатаны Марии Карелли. Как она голубей кормила и давала клички врагов их. Я во враги не заношу. Нет. Не заношу его во враги. Он не враг. И он молится. И мне сейчас пишет только благословение вам, благословение вам. И я его только благословлять могу. И в моей памяти он не прокаженный. Я его помню таким, каким был. А что он сказал? Да только делов-то сказал. Как мне профессор-академик Семкин, Борис Васильевич, проректор по учебной части АГТУ, сказал, вот на вас написали антиреклама. Игнатий Тихонович, любая антиреклама – это реклама. Помню, Дворкин против меня выступил там. Специально статья, это занятия были, рождественские чтения, там международные какие-то. И его там тоже, там, Друдудин, что-то дул, выступал. Написал там, какая-то Анна Владимировна выступает. А мне скинули это. Я просчитал и попросил Никиту Колесникова ворд вывести, что говорили-то. Ну и что? Я не знал, что у них там было. Там меня помянули. То у меня на завтра в 20 раз посещаемость увеличилась. Повторяю, в 20 раз. До этого была одна тысяча, утром встал 20 тысяч с лишним. Я не пойму, что случилось. Система сбилась. Нет. Там сбившиеся с пути написали. Сбесившиеся в своей самохотении. Да благословит их Господь. Как бы не Роспотребнадзор, мы бы в кельях жили. А теперь мы в домах живем, где все есть. Я за Роспотребнадзор молюсь и благословляю их. Но их-то траванул там кто Дворкин и ежи с ним. А нам вреда никакого нет, только добро. Рахиль Загидулина. Виталию Коленикову благодарность за ролики и за чтение стихов Игнатия Лапкина. Я не понимаю стихов. Я обычно не считаю их. Но в вашем исполнении уши навостряются и внимательно слушают. Счастье. Ольга Симоненко. Помоги Господи Сергею. Виталию Коленикову благодарность за труды. Это родная сестра Виктора Николаевича Савченко. Симоненко. Евгения Трабко. Вопрос к Игнатию Тихоновичу. Игнатий Тихонович, после вашего обращения, был ли у вас этот период уход в пустыню? Как у Христа. Или как у апостола Павла в Аравию. Для накопления внутренних сил, для выхода на дело Господне. Меня интересует, насколько времени вы уходили в так называемое подполье, когда никто тебя не видит. Пребывание в состоянии молчания, стяжание в себя духовного ведения и мудрости святой Библии и духовной зрелости учения святых отцов в церкви. Надеюсь, мой вопрос понятен. Меня интересуют математические цифры вашего ухода в подполье. Духовная пустынная Аравия. Как вы и говорили о роману Фроликову, плод должен вызреть. Кто же срывает и ест недоспевший плод и дает его есть окружающим людям? «Вопрос мой вашего духовного возревания перед выходом на дело Господне». Ну, отвечать или не отвечать? А роман вчера всем рассылал и рассылал вот это, что про меня написано плохо. То есть, он не друг. Явно не друг. Ну, зачем? Ну, сказал-то мне так. Сказал, может, видит-то грешающего, не видит кающегося. Максим, не вы. Он вам нищета. Далеко-далеко нищета. И вот рассослал он и другие. Все вопросы вначале. Кто-то отойдет в это время. Ну, и что из этого? Ну, отойдет. Куда он отойдет? Куда конкретно? Ну, в московскую патриархию, так он там и не был никогда. А он уйдет в сектанты. От меня это не зависит от того, что вы написали. Я ему туда путь не показывал. Мои беседы с сектантами. Здесь второй том открытым окон, беседы с сектантами. Возьмите внимательно, посмотрите. Утишитесь. Отклыньте. От той нечисти, которую вы сами собрали вокруг себя. А вот задает хороший вопрос Евгения. Мне нравятся его вопросы. Грамотный. Выдержанный. Ну, все как положено. И задает вопрос. Сейчас буду отвечать. Ай, вы хвалитесь. Слово «хвалиться» для них смертельно. А почему? У них нет ничего. Они сгорают от зависти. Братья предали его из зависти Иосифа. И Пилат знал, что Христа предали из зависти. Пилат знал, а они не знали. Учители от церковной, они не знали этого? Нет, да что ты, да мы, да он князь Бесовского Вильзиула за пазухой себе держит. Вот мне то же самое. Господь говорит, я ищу отца моего, а вы бесчестите меня. Вы бесчестите. Я вынужден говорить? Повторяю, вынужден. Вы меня вынуждаете. Ну, сейчас я не буду отвечать Евгению. Что подумаете? А, засохло. Правда не по усам. Все. Молчание – знак согласия. Я отвечаю. Я отвечаю. То, что должно быть. Я отвечаю. В событиях дня. За 11 мая 2018 года. То есть за вчерашний день. Будет ответ дан. То есть завтра. Вот я сегодня имею в виду. А виден этот ролик. Станет через неделю или чуть позже. Следите. Я не ставлю, не закачиваю эту серию. То есть администрация занимается. Модераторы. Номер его будет 877. Да главное, кто мне подкинул, объясняют, что я делаю неправильно. События дня. Подкинули. Нехороший человек какой-то. Может быть и так. Но события он сказал каждый день. Давайте отсчет. Ну, что нам так интересно. Я понял. А до этого-то не было. Понимаете? Не было. Я не писал 70 лет. У меня дневники идут. Ну, для себя 60, до 70 лет уже пишу дневники. С маленьких еще начал писать. Писать про дневники я отдельно скажу. Эпистолярное мое наследие интересует музеи. Сегодня при мне, при живом. Я не ставлю. И вот я теперь должен ему ответить. Ходил я или не ходил. Отвечаю, дорогой Евгений. Это не стандарт. Вот, чтобы уходил куда-то. Ну, Иван Богослов куда уходил? Да никуда. Он любимый был ученик его, возлюбленный. А Петр уходил. Молчания сидеть не было. Ни у кого не было. Не считая апостола Павла. И то это под сомнением. Ходил в Аравию. Где он был там? Из Аравии сколько раз выходил? В какое время встречался с Петром? Это тоже все. Даже исследователи не могут точно поставить ответ. Ответ дать на этот вопрос. Неизвестно. А вот он так уходил. Вот там. Может быть, у меня тут по-другому было. Я рос как дичок. У меня есть стихотворение на эту тему. Отец пастух, а я с ним. Отец не слышит. Он контуженный дважды был. Без руки. Я на другом конце стада один. Я все время наблюдал за птицами, за облаками. И какие в это время я имел откровения от Бога. От Бога. Как слышать, каждая растет былинка. С птичками разговаривал. Любую назову. Я знал, сколько птиц в нашей местности. До одной. Я не знал названия. И первое, что я прочитал, книгу купил за шкурки сусликов Виталия Бианки. Лесная газета. Хорошая. Ну и все про птиц. Книга эта, сейчас не помню, кажется, 580 страниц. Я по тени мог определить птиц. То есть у меня это все и было. Вот я там и находился один. В другое место, когда меня арестовали, я три месяца не говорил ни слова. Последнее слово услышали, все больше не говорю. Я был среди людей, как будто меня там не было. Три месяца. Я знаю, что такое молчание. Я уходил в это молчание ежедневно с перерывами. А как так? А то, что у меня уже опыт был. Я в 23 года только получил Евангелие. А до этого по крошкам собирал в атеистических брошюрках. Склеивал и читал, не зная откуда. И когда мне в руки подали Новый Завет 27 сентября 1962 года в 17.00. Латвийская СССР, город Венсполск, улица Карла Розенберга, 18.4. Они в другой комнате. Еремеев Михаил Александрович и жена его Анна Матвеевна. Сами обедать старея не сел на корабле. В это время работал. И когда они зашли, пообедавши, я уже был готов. Сразу же на молитву. И мне Господь все вложил. Вот распределил все. Я в это время усиленно занимался религиями восточными. Какие были. Все абсолютно. Исследовал, записывал. Разные секты познакомился там. У всех брал литературу и от корки до корки. Все их книги штудировал. И конспекты писал. Заучивал стихи. Уже через 30,5 месяца меня выставили на капедру. Баптисты-пятьдесятники. Тогда была объединенная у них. В 1945 году баптистов. Ивангельских христиан, как бы, пятьдесятников. Прохановцев. Все соединили в одно. Власти. Ну и вот там как раз такие люди были. Духовные. И я вот в это время среди них был. Мне сразу это Бог дал. И все-таки не худо, 55 лет. И вот мне, что Бог тогда вложил на молитвы, как будто сегодня было. Мне ни разу не пришлось менять свое мнение относительно чего-то. Я все это потом нашел, начитывая его Златоуста. Иногда прямо строки отдельные. Жития святых. Двенадцати томов тоже, как и Златоуста. Восемь томов доброта. Пять томов добротолюбия. Четыре книги Григория Диченко и так далее. Пятьдесят книг насчитывал. И я ни разу, нигде не нашел, чтобы можно корректировку сделать. Ох, тогда я неправильно. Так что, Евгений, у меня все было необычное. Мне не надо было никуда уходить. Я этот этап прошел до получения Евангелия. А почему? Господь так сделал. Господь научил бояться греха, лжи. Нигде никогда не умышленно не сказать ложь. Сохранил от тяжких грехов связи с женщинами. И поэтому дальше как будет. Когда я в одном месте был, ну и очень они удивились. Православные там такие. Как же так Библию знать? А потом, когда увидели, что я говорю о духовном возрождении, а у них этого нету. Они не понимают, как на меня ополчились. Это сатана ему открыл. Сатана. Это он сатана подходил и живой помощи даже не боялся. Ко Христу. А мы-то православные. У нас каноны. Но когда я стал цитировать на память и прямо сирину, Блаженного Августина, Златоуста, они так ахнули. Никто никогда не слыхал, чтобы сатана давал знания святых отцов. Это что-то необычное. То есть я на особом учете у сатаны. Он мне дает знания. А сатана знает или нет. Но когда я коснулся канонов и наизусть начал цитировать, они чуть не попадали все. Вовек не слышал ничто, чтобы сатана давал знания. Знать каноны. Но другое дело Библии. Это баптистское все. Тут понятно. Он сектант. Вот какое дело было. А где это было? Да на Сибирске. Где? Там я жил. И у меня три моих родных сестренки. Их надо было всех выводить в люди. Все школьницы. Запущено. Деревенское образование. В течение буквально одного месяца с двоек перевели на пятерки. Мне есть что сказать. И поэтому, когда Господь открыл, что только я на Лоцманском катерке подъехал к кораблю, переступил через фальшборд и первому матросу стал свидетельствовать. Первому. То есть у меня это продолжалось всего больше час-два. Сейчас-два. Все улеглось в душе. Все. Я нашел. Искать больше некуда. Я это не буквы видел. Как бы голос с неба. А потом начал скорее писать. Если его сложить было, то в первом же месте я написал, примерно, в чемодан заложить только. У меня опыт был. Я сразу начал считать. Вот это мне надо. Вот это отцу. Вот это брату. Вот это другу. Вот это знакомому. И все письма мои полетели. У меня в среднем выходило 1200 писем в год. 1200. Вы найдете человека, который вручную бы отправлял на конверты, столько тратился. 1200. Иное письмо до 12 страниц. Иногда даю ответ. Передо мной раскрытые книги. Пять, а то и больше книг. Откуда все взять? Покажите, было у вас это или нет? А вы хвалитесь? Конечно, хвалюсь. Моим Господом. Моим избранием. Он благословен. Как на слово избрание бросаются. А вы запишите и запустите в поисковую систему. И посмотрите, слово избрание. Павел начинается избранным. А до этого у вас такое блудодеяние, которого нет у язычников. И одновременно святыми называются. Надо понимать. Избрание – это от Бога. От юности, как у Иеремии. А далее все остальное от вас зависит. Я отвечаю. Марина пишет. Игнатий Тихонович, мир вам. Сегодня Полина, дочка ее, Украина, со школы принесла на пост из бланк разрешения на манту. Раньше я безумно подписывала. Надо, значит, надо. А теперь я верю в Бога. Зачем тогда эти прививки? Благословите написать отказ от манту. Кто-то зомбировал ее заочным. Ну, одного-двух человек. Да нет, тысячи. Тысячи. А эти с одним не могут, с женой не могут поправиться. Вы жену вместе с собой научитесь поднимать в 4.40-то. Те, которые вокруг меня пляшете-то. Которые на мою колокольню мочитесь-то. Ничего у вас не получится. У самых таких неподкаблучников и то не получится. Явно неподкаблучник. Крепкий, суровый мужик. Если вот Пелосиот говорит, что всем суровее обращается мужчина с женой, тем более она привязана. То есть он любит ее. И она как за скалой за ним. Я пишу. У нас категорически против этой убийственной акции все. И об этом пишут очень много. Репродуктивный возраст весьма восприимчив к этим людоедским процедурам. И нужно быть полной дурой, чтобы подставить себя и ближних под эксперименты мирового Кагала и всей бесовской закулисы по уничтожению шести миллиардов людей, как излишних едоков, чтобы оставить один золотой миллиард, в кавычках, рабов греха и служителей Антихристу. Вот мой ответ. Никаких мантов. Никто не принимает. Нигде. Нам ничего не прививали. Когда уколы ставили, я прятался. Убегал. Выскакивал из класса. Убегал дома. Где-то прятался. И так и не могут поставить. Руслан пишет. Так что не ставить. Они бесплодными делаются. Это мировая акция. Манту от чего-то. Так никакой холеры нет. Зачем ставить? Подавлять в организме то, что Богом заложено. Как говорил Иванов Порфирий Корнеевич, главное болезнь внутрь не впущать. Жить нормально. И главное не злиться. Все, которые нападают, а все больные. Больные и духовные, и телесно. Вот фильм, который показывает, там, кажется, этот фильм второй или первый был у Казнецова Владимира Сергеевича, режиссера. И три священника у нас только было. Это Войтович, Скачков и Капранов Михаил. Один Николай, два Михаила. И против меня в этом фильме. Нет никого. Их нет. Ни один до моего возраста не дожил. Нету. Все было у них. Все было. И их нету. Росталом пишет. Мир вам. Вот хотел спросить, что вы думаете об этом? Вот некоторые духовники в защиту монашества ссылаются на Святую Библию, на житие Иоанна Крестителя, что он подал пример монашества, жил в далекой пустыне и вел образ жизни, как монах. Жил он не во дворце, а в пустыне. Питался, чем придется. Одевался в одежду бродяги. Что вы об этом думаете? Это так или нет? Вот я должен отвечать или нет? Слово «монах» он знал хоть сам-то. А под это можно подгонять, что таких бомжей было много, и что это все монашества. Павел Фивейский первый, который показал. Дальше Антоний Великий, основатель монашества. Спустя 300 лет. Ну, попытка к этому была. А у кого? У апостола Петра. Сделаем трекущий здесь. Остаться на вершине горы – это чисто монашеский образ. И едва звук застыл в воздухе, рассеялся ли сказать, Господь сказал ему, ибо написано, говорил, не знаю, что. И о монашестве, которое ратует, говорил, не знаю, что, как Петр. Он не знал, что говорит. А вот монашество. Я о монашестве выявил, что в том виде, в котором оно есть, оно принесло зло больше в разы, чем вместе взяты все еретики. Фашисты, коммунисты, масоны – все, которые есть против. Почему? Они высосали из народа все силы, как пишет Сидоров, и не давая потомству, ушли в песок. Мусульмане – все, которые против христианства. Это благодаря монахам. Не было бы ничего этого. Два миллиарда сейчас было бы православных. Аян Креститель подал пример. Да он и не знал этого. Это он тогда должен был пустыне. Ему это назначено. Я пишу. Матфея 11, 11. «Истинно говорю вам, из рожденных женами, не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Старстве Небесном, больше его». Значит, в духовное переместительство в Старстве Небесном он больше его здешнего. Но вы ему подражаете, монашество в миру. Не трескайте мясо-то по постам. Иоанн Креститель нигде не призывал подражать ему. Его достаточно было. Монахи нельзя разговаривать, а он громил и царя, и всех. Где в монашестях? Кто это делал, кроме митрополита Филиппа Колычева? Кто одного, назовите. Но его тоже. Там Ирод. Ну, а здесь царь Иван Грозный. Светлейший, святейший. Вот и все. Нет ни одного. И подражать нельзя, как Мария Египетская. Потому что к этому не призывает никто. Уйти и молчать. А Господь говорит, идите и благовествуйте. Идите и пропадайте Евангелие. К нему пришел Христос. У него назначение было такое. И он не как говорится, «Я он монах, моли Бога». Нет, Иоанн Креститель. Так и называете его. Иоанн Креститель. А это, считайте, люди не знают, что говорят. Не было сказано. Никакой молекулой он не касается монашества. Он сам себя обеспечивал. Ел акриды, дикий мед. И приходил народ и воины. Где, к какому из монахов это было? Чтобы они приходили креститься от него. Каяться. К какому конкретно? Позови. Покажите. Златоуст уходил. Василий Великий уходили. К кому приходили конкретно? И чтобы жизнь стала евангельской. Евгений Тропко Игнатий Тихонович, если сможете, дайте свой отзыв об этой обличительной статье в вашу сторону Максимом Степаненко. Ну, я про это буду говорить сейчас. Чтобы дать, ну, в первую очередь, я должен признать. Ничего, во-первых, я не знаю Степаненко или это. Это, может, когда-то раньше писал. Я Степаненко, я не буду говорить. Но что говорят обо мне, якобы, в этой статье, я это сейчас буду объяснять. Буду объяснять, так еще такой вой раздастся везде. Он схвалится. Ой! Вот так будут кричать. А как можно определить духовное вызревание, Евгений, Анастасия Дробот? Евгений Тропко отвечает, Анастасии. Всему свое время и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать. Время насаждать и время вырывать посаженное. Экклисиаз, 3 глава. Анастасия Дробот. Вопрос сложно задаете? Он говорит ей. Такое только можно определить в молитве, в руководстве Словом Божьим и водительством Духом Святым. Самому определить невозможно. Евгения Евтушенко, Сергей. Разве она новая статья? Евгения Тропко, Евтушенко, Сергей. Статья не новая, а старая. Это я увидел, когда прочитал всю статью в конце. Мне Роман Малыш скинул. Я подумал, что новая статья в начале-то. Мои недосчеты. Евтушенко, Сергей. Сегодня после занятий скинул. Елена Фаур. Прочитала. Ну и длиннющая статья тоже впервые прочла. Ну, впервые прочла, я ни при чем тут. Статья-то кое-кого отсеет. Ну и через то обнаружилось, что не все наши. Вот год назад один пишет. Какое? Чего? Я отвечаю. Еремея 15,19. На сие так сказал Господь. Если ты обратишься, то я восставлю тебя и будешь предстоять перед лицом моим. И если извлечешь драгоценно изничтоженного, то будешь как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним. То есть у меня сегодня длинный ролик получится, чтобы ответить. То, что делает старый дед с бородой, обречено на успех. Вот этот, который год назад. То, что делает, делает, это во мне. А теперь я дальше показываю статистику. Не посчитайте, что я в сторону увильнул. Нет. Вот я тот такой был, я все это развеял. На небесах у меня нету награды никакой. Я не думаю никогда о никакой награде. Самая большая награда, что Господь дал мне жить в сегодняшний день. И обещание будущей жизни. Я показываю псалтырь. Вот какая. Все знаки. 150 псалмов. Дальше. Сколько здесь слов. Это стихов. Сколько слов. И сколько букв. 145 771 в псалтыре. Я люблю математику. И почему я это сделала? Потому что написано, ни одна йода не пропадет черта. Я подсчитал, сколько черточек и сколько йод. Делать, заниматься вам нечем. Вы говорите, что угодно. Но когда нужно знать статистику, вы ко мне обратитесь. Ветхий завет. Вот смотрите, сколько. 2 миллиона 59 тысяч 465 букв. Сколько книг. Ветхом завете, сколько глав, сколько стихов, сколько слов и букв. Раз, два, три, четыре, пять. Пять параметров. Я теперь на каждую книгу это сделаю. Вот библия каноническая. Вот все это показываю. Сколько. Библия вся с неканоническими книгами. Тут 3 миллиона 672 тысяч. Вот я сейчас даже выделю. Так кажется. Куда-то откинула, не пойму. Сейчас, маленько раньше. Нужно взять. Вот. Я назад тут открутил псалтырь. Мне псалтырью надо показать. Библия каноническая. Вот сколько букв. Сколько ее писали? 16 столетий. Это 16. Так. Этого много. Долгое время писали ее, начиная с Моисея. Так. Вся библия с неканоническими книгами. Вот смотрите, какая разница с неканоническими. И при том, на каждую книгу я сделал такой расчет. Конечно, аппаратурой пользовался. Люди помогали. И во всей полной Библии сколько точек, запятых, двоеточек, кавычек, пробелов. Знак черта в Ветхом Завете, сколько в Новом Завете, столько-то раз. Какая буква? Вот смотрите, столько. Итого. Вот теперь для чего я это делал. В Библии черта 3440 раз, а иота, и кратко, 26055. Вы эти данные-то не знаете. Матфея 5.18. «Ибо истинно говорю вам, доколе не предет небо и земля, ни одна иота или одна черта не пройдет из закона, пока не исполнится все». Я теперь вот уберу что-то, я заново прикину, и увижу, что убрали что-то, убрали. Никто, если не имеет этих данных, запишите себе. Я не буду даже знать, что Библия искаженная. Дальше. «Полная Библии» в 77 книг. Это насчитывал я. 89 часов 55 минут 38 секунд. Объем 5,2 гигабайта на 215 файлов. Полная Библия. Это сейчас разбили мне маленько по-другому ее здесь. Я выставляю ее здесь. Мной насчитанная была. Теперь вы не занимались этим, нет? Ну, те, которые нападают. У вас данных сейчас по порядку. Говорю, ничего этого нет. Ну, чтобы отвечать, я должен хоть маленько видеть. А могут они вместить. Теперь. времени, значит, чего-то я стою. И лучшее доказательство, что я не такой, как вы. В ответ я ничего никому не пишу. Ни одному. А у меня там и от баптистов, и от 50-ников. От кого только нету. Каких только нету поношений. Но благодатью Божией есть то, что есть. И благодать его во мне не была тщетна. Но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божией, которая со мной. Я постоянно об этом говорю. Это не я. У меня вообще этого нету. Думать, вот что-то там, награда какая-то. Я вообще не знаю этого. Я просто работаю. Знаю, что сидят голодные. Я скорее начинаю сеять, молоть, печь и тащить хлебы. Пускать. До семи и до восьми. Как Экклесиаз говорит. По прошествии многих лет вернется обратно. У меня не... За меня не надо решать мои внутренние чувства, я говорю сейчас. А ты думаешь по-другому. Значит, дух лжи вошел уже. Дальше. Я пишу о себе. У меня 3467 проповедей в стихах. Букв, знаков, без пробелов. 3 миллиона 825 тысяч 822. Все эти стихи я писал карандашом, чтобы меньше истратить. Вы представляете, сколько листов? Это семь пачек, которые продают по 500 листов для печатания. То есть, а вот это вот больше полная библия каноническая. Я переписал от руки. В течение девяти лет. В течение только девяти лет, которые... Вот это раньше у меня там было, а сейчас все нету. Я все истратил там хвостовством и прочее. В первую очередь, я не думаю об этом. Я говорю, у меня книги открытым оком. По 752 страницы. 33 тома. И у меня знаков без пробелов. Не 3 миллиона, а 47 миллионов. 350 тысяч 683 буквы. 47 разделим коротко на 3-то. Что получится? Это я от руки переписал более 10 библий. Повторяю. 47 миллионов. Ну, найдите, кто дал бы точную цифру. Осипов там, кто больше выступает. Ткачев, я не знаю. Смирнов. Но объясняю. То есть, у меня только на открытое око ушло здесь букву, в которой надо чакать было, печатать. 47 миллионов. Вернусь назад маленько. Библия полная. Вот. Вот они все данные. Полная Библия. 3 миллиона 172 тысячи. 17512 букв. До одной буквы все точно. Эта система помогает посчитать. Теперь далее поясняю. Поясняю ответом Священного Писания. 1 Коринфянам 15.10. Но благодатью Божьим есть то, что есть. И благодать его во мне не была отщетна. Но я более всех их потрудился. Не я, впрочем. А благодать Божией, которая со мною. Ну, и теперь скажите, можете сказать о себе? Златовоз говорит, усваивать надо, присваивать, что это о тебе сказано. Только тогда будет иметь жизнь. Избытком. 2 Коринфянам уже 10.12. Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют, они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно. А мы не без меры хвалиться будем. То есть будем хвалиться. Это не запрещается хвалиться. Но по мере удела, какой назначил нам Бог, такую меру, чтобы достигнуть и до вас. Значит, я достиг. Вы у меня здесь спите на моих ресурсах-то. Ибо мы не напрягаем себя, как недостигшие до вас-то, потому что достигли и до вас благовестованием Христовым. И вот начинает, с какой целью я писал, выгил, и вот то другое. А с какой целью я насчитал, даже когда я насчитал, чтобы голос ваш слышали по всему миру. Ну, что сказать? Больные. Больные на все члены. За меня решают, какие у меня внутренние чувства. Дальше берут. То есть они, нет, это нормально, всё. А почему? Дух лжи. Он вошёл и всем смутил головы. И только один Михей, сын Емлая, говорил, я скажу, что скажет Бог. У меня есть такое песнопение. Что скажет Бог, то изрекую я. Зарядите его в YouTube. Что скажет Бог, то изрекую я. И Натати Лапкин. И вам Виктор Николаевич споёт. Мы не без меры хвалимся, не чужими трудами. То есть своими трудами можно хвалиться. Но надеемся с возрастанием веры вашей и с изрытком увеличить в вас удел наш. То есть вы считаете, всё равно что-то проникает. Так, чтобы и далее вас проповедовать Евангелие. Причина какая. А не хвалиться готовым в чужом деле. Вы хвалитесь. А я знаю, пришёл. Так вы же у меня толкётесь-то. Пришли ко мне во двор, сели за стол и гадите. Ну, гадится ли это? Второе, Коринфянам 11, 23-30. Христовы служители? В безумии говорю. Я больше. Я гораздо более был в трудах. Какие труды? Во всём труды. Работал на стройке. У меня 35 лет стажу. И выработка подсчитали. 280-300 процентов было. Хоть землю мёрзлую долбить. Хоть бетон таскать. Хоть где. На любой работе. У меня результат был один. Почему? Неукротимый был. Чтобы дали вас проповедовать Евангелие. Ну, скажите, кто проповедовал в таких странах, местах, где мне Господь дал? Это не моё. И в тюрьмах, и в лагерях, и в КГБ, и на допросах. Ну, ни одного нету этого. Да ни одного нету во всей стране, и, может, в мире нету. Ещё раз повторяю, что за мной были все отделы милиции, городское и краевое УВД. И много лет. 5 университетов, 13 школ, все техникумы, заводы все, фабрики все. И какие даже небольшие предприятия и там, и в прокуратуре, и в воинских частях. Это всё одновременно. И вот вместить это всё в 9 лет. То, что впереди 38 книг и 7, получается 43 книги. 7 из них в интернетной версии. Это всё в 9 лет. Вкладывайте. Да, конечно, на мне споткнулось даже МГБ, Московское КГБ. Они думали, в Сибири трудится несколько отделов, а нашли одного человека. Но не один я, повторяю, не один. Я и братья. Христовы служители в безумии говорю, я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах. Я сейчас утром не могу одеться, у меня руки выверщены все. Меня в морозилке 13 дней держали, у меня бронхи там полетели. У вас же ничего этого не было. Боли в темницах, многократно при смерти. 26 лет меня гнобила только психиатрия. Прикиньте это. Да вы некоторые 26 лет ещё не прожили. Какие мне уколы делали, как навешивали, раздували тело всё. Только отрекись. Приходит психиатр, садится шашприцом, и снова начинается угроза. Отрекитесь от Бога. За мной ничего не было. И теперь снятое злоупотребление советской психиатрии. Я реабилитирован. За мной ничего нету. Реабилитация. Страна принесла покаяние. Я выхожу из храма. Бабки падают. Ноги мне целуют. Ноги в сапогах. Почему? Да я на вас говорила. Вот отец Николай, тот Войтович, он говорил, а оказалось не так. Вот я встретилась с бабки, вы одной помогли. Там снег скидывали, другой дрова пилили. Баба, перестань. Да что вы. А настоятели всё сказали. Он меня вызвал. А что он может сделать? Игнатий, ну вы же не солнце. Всех не обогреете. И когда вы отдыхаете только. Я благодарю вас за это. Он меня причастил, когда я был в тюрьме. И поэтому отцу Николаю я могу низко поклониться. Его нет уже. Сколько с его стороны было пакостей. Ничего нету. Он меня там прищищал. Всё скинуто. Прости ему, Господи, и всем, которые на меня что-то говорят, ваше безумие. Я каждый день молюсь о врагах. Каждый день. Христово, слушатели, безумия говорю я больше. Безмерно в ранах, боли, в темницах и многократно при смерти. А как он вернулся у до Бенгурта? Милость кесаря. И у меня тоже. Указ приземника Верховного Совета СССР. А помилование пришло для всех узников совести. Двести десять было. В том числе и я. От иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного. Три раза меня били палками. Однажды камнями прибывали. Три раза терпел кораблекрушение. Ночный день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников. Мне сколько записок подкидывали, что меня убьют из-за того, что с их детьми ворами я их ловил и с ними проводил занятия. И сколько стало на истинный путь. Вы на неделю возьмите детей чужих хотя бы. Я 45 лет был начальником, основателем лагеря детского. Тысячи без помощи государства. Тысячи. Сколько из них священниками стали, матушками. В опасностях от единоплеменников. В опасностях от язычников. В опасностях в городе. В опасностях в пустыне. В опасностях на море. В опасностях между лжебратьями. В труде и вознурении. Сейчас-то в денье. То есть без сна. У меня два с половиной часа уходило на сон. Много лет. В голоде и жажде. Ах, как бомж одевается православным, или говорить об этом. Сейчас-то в посте. На стужи и в ноготе. Ну, кто знает, старые деньги. У меня уходило, когда я работал на стройке, 9,80-11 рублей в месяц. Ну, прикиньте к себе. Ну, что сравнивать-то? Ну, никак нельзя. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей. А то раньше у него что-то было. Сейчас все нет. Он все рассеял. У меня сейчас больше. Намного. Забота о всех церквах. Ко мне так и обращается. Приехал в Москву. Тайно ночью пришли три епископа. Разрешить свои вопросы. Вы найдите мне хотя бы один подобный случай в мировой практике. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал. Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся. Воспламенять все не запрещается. И гнев заложен в человека. От Бога златоуз говорит, чтобы ты не тряпкой был. Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Но у меня немощь сплошная во всех отношениях. Ни денег, ничего нет. И Господь дает. Я помолился. А вот нам синагогу построил. Вот там заходатайся. Синагогу построил. Я посчитал, где молились, где я строил. По милости Божией. И делал. Семь синагог построил. Семь. И сейчас молятся как раз на территории, которая мне принадлежит. Дом этот мне принадлежит. Одновременно, повторяю, в семи местах. Как будто квартиры нет. Я стал молиться. Сразу четыре квартиры появилось. Сразу четыре в городе. Только немощью. Второе Коринфянс 12. Я дошел до неразумия, хвалясь. Вы меня к этому принудили. Вам бы надлежало хвалить меня. О, нарывается на похвалу. Вам бы надлежало хвалить меня. Понятно. А почему? Да потому, что у меня нет недостатка против ваших-то. Я против кого-то сейчас бы разбирал его слова. Где-то, как-то. Я разбирал только ответы давал Невзорову, Александру Глебовичу. Больше ни на кого нету. Я просто разъяснял и говорил, какую бы он пользу принес, это вы ему соблазн подали. Вам бы надлежало хвалить меня. У меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов. Хотя я ничто. Полностью это мои слова. Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя. Как бы от себя. Но способность наша от Бога. Я еще говорю о письмах. У меня все изъяли. Я письма эти переплетал. По 650 страниц примерно. И таких томов у меня переплетел. Я сам переплетчик-реставратор. У меня изъяли и сожгли, наверное, больше ста книг. Мне хвалились. А сколько у меня изъяли? Во дворе краевой прокуратуры сжигали две большие кучи. Там письма были от моих дядьев на фронте. Они все погибли. Изберги. Ну и когда вернулся, у меня снова теперь новая переписка. С 1987 года. Новая переписка до появления интернета. И 77 томов. По столько же страниц переплетенная, с капталом. Все как положено. Сам переплетчик. Повторяю, еще 77 томов. Да ко мне приходят из краеведческого музея. Какие листики даю? Каждый листик записывается, что на первой строчке, что на последней. Сколько моих книг в разных музеях. Приезжают, спрашивают, умоляют дать. Ну а то вы-то в глаза не видали. Что я могу сказать? Вас никто искать не будет. И одного письма-то по ней не найдешь. Теперь. Некрасов. Николай Алексеевич пишет. Его преследуют хулы. Он ловит звуки одобрения. Не в сладком ропоте хвалы, а в диких криках озлобления. Звуки одобрения. То есть на меня нападают, они говорят, я не такой. Я вижу, что они никакие. Это лучшее доказательство, что мы разные. У вас ничего этого не было. Не было такого духовного рождения. Вы видели, кто, когда я приехал на то место, спустя 50 лет, и я там благодарю место, дома-то нет такого выставленного. И кто не смотрит, все со мной плачут. Вы не можете этого поставить. Ни один. Повторяю, ни один. У вас этого места, во-первых, не было. И далее, внутреннего чувства не было этого. Тоски не было найти тех людей. И веря, и не веря вновь мечте высокого призвания, он проповедует любовь враждебным словом отрицания. Это ко мне относится. И каждый звук его речей плодит ему врагов суровых. И умных, и пустых людей равно клеймить его готовых. Со всех сторон его клянут. И только труп его увидя, как много сделал он, поймут. И как любил он, ненавидя. Это он обо мне написал, не о вас. Это ко мне. И я люблю вот это выражение. Вы можете присвоить, что-то скажете. Я это присваиваю себе. Я усваиваю себе. Кавычки открыты. Подобно тому, как древнему Израилю посылает Господь судей и пророков, так и в церкви своей, в моменты чрезвычайные, он обычно посылает людей из исключительной благодатной одаренности. Как бы пророков, сильных духом и верою. Не имея официального назначения, эти люди самим делом выдвигаются из общей массы и становятся предводителями других. Ну, кто может сказать, что это про вас написано? Это мне он говорит? Мне. Но это предводительство не имеет официального характера, не является установленной в церкви должностью и не всегда держится служебных рамок. То есть не было у меня этого служебной рамки, как назвать, уходить в пустыню. Мне Бог сразу вложил это. Как и всякое пророчество, оно есть личный подвиг таких людей. Дело их личной, внутренней, духовной предприимчивости и ревности о Боге и Церкви Божией. У меня ревность о Боге и Церкви Божией. А у вас ни у кого нету, который нападаете. Митрополит Сергий Строгородский. И дальше. Вот я специально отделил слова. Вот сколько пунктов, которые говорят, что это обо мне. А то где? В Болгарии. До Первой мировой войны. В народе, живущем далеко на севере, появится маленький человек, который станет учить людей любви и сочувствию. Но вокруг него будет много лицемеров. Вот мой ответ. Новый материал обнимается. Много лицемеров. Поэтому ему будет очень трудно. Никто из тех лицемеров и знать не захочет, что такое истинная благодать. Вот мне Бог дал это понять. Но от этого человека останутся мудрые книги. Не одна книга, а 48 книг только в бумажном варианте. И все сказанные им слова, и позднее люди увидят, что обманывали себя Митар Тарабич. То, что вы пишете, кто-то пишет, все это сгинет. Мои книги никогда не сгинут. Они не по зубам вам. Вы не можете их изъять из библиотеки имени Ленина в Москве. Из парламентской библиотеки вам их не изъять. Вам не изъять их из исторической в Москве. Из королевских библиотек зарубежных. Не изъять. Не изъять их из библиотеки Путина даже. Патриарха Кирилла. Я проехал 120 тысяч километров, чтобы подарить эти книги. Так и в этом меня обвиняют. Только никто их не берет, поэтому эти темы удивительные. Господь пришел, а его не приняли. Его не приняли. Он посылает учеников, чтобы они слова его донесли. Я должен это делать сам. Ну, не сам, конечно, и друзья. И кто знакомится с моим сайтом, представьте, новый человек появляется. Я его знать не знаю. Ну, сразу зазомбировал, не знаю даже. И он говорит, можно сделать еще лучше. И находятся люди, которых он знает, как не знаю лично или как. Израиль, Белоруссия. Оттуда он набирает модераторов. Кто там они еще. И они теперь делают копию. Я все представлю. Ну, скажи, брат, сколько же ты заплатил? Ну, не будь же чужие делать. Кое-как узнал. 300 тысяч рублей. Я 300 рублей даже не дал за то, чтобы это написать. Никому. 300 тысяч. В уме это или нет? Вот что Бог делает. Я 37 лет молился, чтобы дал мне Бог помощников. Сделать шире известным то, что сделано мной. Чтобы не лежало под спудом. Повторяю. Многого у меня не было. Но пленки уже были написаны. Уже там в 89-м году уже было. Я заканчивал в это время труд. Нет, не в 89-м. В 80-м. В 79-м. В 80-м меня первый раз арестовали. И как только вспомнишь это все. Невероятно. Сколько изъяли. И Господи, дай мне помощников. И 37 лет прошло. И вдруг нынче Бог дает мне сразу 7 человек. Из разных стран. Которых я ни разу не видел. И они приходят и говорят. Чем можем быть полезны? Некоторые спрашивают. А как вы меня нашли? Да как? Я лежал, спал. А вы вдруг мне явились. И пнули меня ногой. Садь, что спишь-то? Я вас нашел. Другой говорит. Я спал и во сне вас увидел. Вы подошли ко мне. И дальше начинается. Им Бог открыл. Открыл? Нашу немощь. А то, что ты грешен, супергрешен, не говоришь, так никого не привлечет. Я посчитаю. У меня пистолярное наследие огромное. То есть письменное. А почему нападают? Третий псалом. Просчитайте. Псалом 18-12 стих. И раб твой охраняется ими. В соблюдении их великая награда. Матфея 5-12. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. То гнали и пророков, бывших прежде вас. Я иду путем Христовым. Он говорит, гнали меня, буду гнать и вас. А вас никто не гонит. Притча 19-28. Лукавый свидетель издевается над судом. А уста беззаконных глотают неправду. Вот это роман. Ну, неправда. Все сразу, я такой же, я с ним вместе. Значит, за те слова вместе будешь расчет нести. Уже приговор вынесен. Притча 22-8. Сеющий неправду пожнет беду. И трость и гнева его не станет. То есть, что пишете, гневные слова не станет. Пожнете беду. Это не я говорю. Притча 28-21. Быть лицеприятным нехорошо. Такой человек из-за кусок хлеба сделает неправду. Как дьякон, когда кричит, кажется, у него или пуп оторвется, или сделает то, чего в храме делать нельзя. Запятак. Я повторяю. О моей жизни поставлены государственные фильмы. Не я это потайнее. Моего ничего нету. Меня уговаривали нисколько. Полгода прошло, пока согласился. Фильм «Причусти» занимает первое место на международном конкурсе документальных фильмов о православии. Где в жюри было три епископа. Второй фильм. Тоже Кузнецова Владимира Сергеевича. Это на нашем сайте. Все они выставлены. Вы даже назваете. Там «Причустие» называется. «Золотой витязь» в Югославии взяли. А этот опять приезжает. Златоуст из Потеряевки. Ну, Златоуст мое просьбище. А Потеряевку понятно кто. Первое место в России. Мне это ничего не говорит. Ну, тут Евдокимов Михаил Сергеевич погиб, губернатор. О нем там фильм, там снимали деньги где-то. Поставили фильм, его никто не знает. Второе Тимофея 3.12. «Да и все желающие жить благочестиво во христе и вовсе будут гонимы». То есть, благочестивые я или нет, но судя по тому, сколько меня нападают, задействовано сколько сцентрских отделов. Возьмите, это и Новокузнецкая, Кемеровская, Тульская, Новосибирская, сколько там в Москве, монастыри в Одессе, Киево-Пещерской лавре моими книгами занимаются. И ни звука нигде нету. Я гонимый. А отсюда я и первую половину предложения беру. Желаю жить благочестиво. Меня исследовали не как вас, да прабабки. За мной ничего не найдено. Как один самый ярый здесь был, но сейчас он еще живет, Бобров Геннадий Александрович, секретарь КПРФ Железнодорожного района города Барнаула, КПРФ. И в суде против меня выступает. В суде я его спрашиваю. Вы знакомы вы были Лапскина раньше? Никогда не знал, Ваша честь. Но вот был здесь очень значимый конгресс интеллигенции. Тут был Алафьеров, лауреат Нобелевской премии, ЖАРЭС, вот, и, ну, выходят там очкастые, профессора, академики. И вдруг, Ваша честь, выходит вот этот человек в этом самом задрипанном пиджаке, в валенках. Я только подумал, а это-то зачем здесь? Ваша честь. Но вот он заговорил, и я прошептал. Златоуст. То есть, всем даю 10 минут, а мне 5. То есть, он враг. Он забыл все. Почему? Зазомбировал. В кавычках, конечно. Злые же люди, обманщики, будут преуспевать во зле. То есть, у них отдельно будут миссионерские отделы, которые Бог нигде не создавал. Это самый лютый обман. Миссионерские отделы нельзя создать. Это труд Духа Святого. Все можно создавать, кроме одного. И только подвое. А не так, что собралось там, как я прочитал одно слово, кодло, как они заволновались. Нет этого. И они там самые злые, самые несправедливые, лживые. Мне зачем это? Я конкретно ни о ком говорю. Ну, раз коснулась. А обманщики будут преуспевать. Они будут расписываться, деньги за это получать. И ни одной души не видно нигде. А только критиках, кого-то обличать они будут. Мне обличить, или Лапкина там. Сколько роликов там против Сайта. А это не про меня. Моего там ничего нет. Я все время глядываюсь. А о ком они это говорят? Вводя в заблуждение и заблуждаясь. Вот я отвечаю на ваш вопрос, что вы нашли там новое, что-то выставили. А ты пребывай в том, чему научен, что тебе верено, знай, кем ты научен. При том, что ты из детства знаешь священное писание, которые могут умудрить тебя во спасение веры во Христа Иисуса. И дальше. Которое препятствует нам говорить язычникам, чтобы спаслись. И через это всегда наполняют меру грехов своих. Но приближается на них гнев до конца. Не мой гнев, Божий. Вы все получите свое, а я свое. Но я каждый день молюсь. Господи! В судный день не помяни им безумия их. Дух лжи вошел в эти уста, но не вышел оттуда. Вот читайте про Михея, сына Емлая. Да ты скажи, как все. Что скажет Бог, то изреку и я. Зарядите. В Ютубе Виктор Николаевич Ставченко поет мое стихотворение. Первое фестоникистно, 2.16. Это на сегодняшний день что только было. А я что могу еще сказать? И не еще. Вот смотрите. Сейчас хочу немножко сказать. Почему вот это не наш иняди не выставил? Вот видите, интернетный адрес. Московский Патриархат. Студенческий журнал Покров. Барнаульская духовная епархия номер 9. В 2.16 году страница 34. Что? Ну, проверьте, посмотрите. Я их не заставляю. Он зазомбировал всю метрополию. И главное, когда приезжает к нам митрополит Сергий, он меня обнимает. Это все, это ложь. Это он специально льстит мне, чтобы я его вроде не сбросил. Теперь он благословляет. Я лично у него причащаюсь. Нет, это все лживо. То есть, сразу перекидывается на того, это лживо. Сергей парализованный там в защиту, или как сказал что-то, а не сразу его. Это тоже бесноватый. Впереди еще главный суд будет. Не ваш. Ну и здесь вот я не буду считать, что тут действует, как. Это пишут они в журнале. И Аким Тихонович, где он был, и дальше. Приход сохранил свою юрисдикционную связь с РПЦЗ, не входя напрямую в подчинение Барнольской епархии. А то, а кому, под каким епископом? Не под каким. Это ваши семинаристы под каким епископом спят. Андрей Кураев уже показал, каким светом фонари ваши горят. Конкретно. Под каким епископом? Какого поминаем, тот и епископ. Иларион. Иларион, Русская Православная Зарубежная Церковь. До кого она от вас отказалась? Это политический маневр. Но сейчас мы переезжаем. Все наши люди переехали в Германию. И к Русской Церкви Православной Зарубежной. Там есть? Есть. И что? Сразу благодать сошла? Несмотря на то, что время определяющее время, когда нужно было в Ахтини, вошли, то что дальше поминают за богослужением святейшего патриарха Кирилла и представителя РПЦЗ митрополита Илариона Капрала. И имея при этом полное общение с Алтайской митрополией. Ну, это я зазомбировал. Это Соболев Юрий пишет. Конечно. А что Юрий? Он мирской человек. Он в университете государственном преподает, в государственной академии, ведет в митрополии Красноярского края занятия. А этот зазомбированный. Читаю. Дальше читаем. Крестово-Звиженский приход города Барнаула и общая населка Птеряевка являются уникальными и своеобразными приходскими общинами. Про ваших не скажут никто и никогда. Как Горький писал, а вы на земле проживете, как черви слепые живут. Ни сказок про вас не расскажут, ни песен про вас не споют. Члены общины придерживаются многих благочестивых традиций, свойственных старобрядцам. Мужчины не бреют бород, остригают волосы, носят рубахи на выпуск с поясом. Женщины также не носят облегающих тесных одежды, носят платки. У общины строго поддерживается древнерусский, нравственный и бытовой уклад. Многие семьи многодетны. Ну вот это плохо. Старостью этих общин является родной брат Патриарея Якима, Лапкина Игнатий Тихич Лапкин. Повторяю, Московская патриархия, Метрополия пишет. Известный православный миссионер, объехавший с проповедями о православии более 500 городов в России и ближнем и дальнем зарубежье. Более 600. Он после этого уже говорит. Миссионерская практика Игнатия Тихоныча Лапкина вызывает разную реакцию. Однако можно уверенно утверждать, что благодаря его миссионерским и апологетическим трудам к православной вере пришли тысячи людей. Я повторяю, это не мои слова. Похвала это от кого-то другого. Тысячи. Кто пишет? Доктор богословия, кандидат юридических наук, профессор капитал истории церкви Черновицкого православного богословского института на остателе храма святителя Николая города Норильска, священник Павел Бочков. Пускай у вас кто-нибудь доктор богословия напишет. А это нет. Ну, выборочно. Вот что там кто-то сказал? Да сказал-то он и не во вред, говорил-то не обо мне. Решать, какие у меня мысли были. Вот я в ИГИЛ, хотел проехать, хотел отпиариться. Теперь книги насчитал, пиариться. Слово-то придумали. Ваши-то что вы пишете статьи на один день? Их никто не будет искать. А книги мои по сегодняшний день выписывают, запросы делают. По ним диссертации защищают. Притом диссертации не в этом государстве даже. Ну что, как говорится, слабо остальное. Но это не все, еще добавлю маленько. Так, смотрите. Статистика книги. Я пишу благодарность типографии, которую издавал наши книги в Горно-Алтайске. Порадуйтесь, все друзья с нами. Как нас Бог любит. И Кристиан 11.1. Это я написал благодарность и отвез ее лично директору. Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Вот мне таро-тарабище и вспомнишь. Я пишу благодарность. Уважаемая Надежда Ивановна Бельгард, наше сотрудничество подошло как будто бы к концу. Хочу выразить искреннюю благодарность вам и вашим сотрудникам за ваш проделанный при издании наших книг. Из 44 книг с переизданными. В пересчете на тысячу экземпляров 32 были изданы в Горно-Алтайске у Ударда Васильевича. Ему благодарность за округление корешков, за закладки и иное другое. Прошло 9 лет, почти 9 лет шло наше сотрудничество по изданию книг. За это время вышло из печати 38 наших книг, из которых 5 были переизданы. 38 книг занимает полку длиною в 1 метр 40 сантиметров и весят 31 килограмм. Тираж каждой книги – одна тысяча экземпляров. Переизданы в них были книги «Кистум православия» – второе издание уже в 3 тысячи экземпляров. Для слова Божия нету – тысяча экземпляров. Новый Завет трехтомник – еще 2 тысячи экземпляров. Общий вес изданных нами книг – около 36 тонн. Я много лет вел занятия по блаженному апеллахту, от руки перепечатан. С каким трудом нашел? А что сам издам? Издам впервые за 200 тысячи лет, как говорят, упорнел, что мы раскрасили картинки. Да это не все. Чтобы одновременно в одном издании толкование было с откровением, этого никогда нигде не было, как мне известно, за 2 тысячи лет. Вот в чем суть. Выделить главные слова о проповеди. И 297 комментариев. А вот он раскрасил. Ну там же кроме того-то еще что-то другое. Вы же эти книги держите в руках. Ну просто лицемеры. Все это издано было в частном порядке, без государственной помощи, а только с благословения Божией и помощью добрых людей. Ну по сегодняшним деньгам это примерно 55 миллионов стоит. Примерно. Из них почти 90% раздал бесплатно. По библиотекам, людям, священникам, архиереям. За это время я провел за компьютером более 30 тысяч часов. Все это в 9 лет. 3467 стихотворений моих по 9 куплетов. Все в 9 лет. Занятия с лагерем где? Тысячи проповедей. Все в 9 лет. Вложите. Готовы к изданию еще 3 книги. Прошли корректорскую работу. И готово фото. Заготовлен материал еще на несколько книг сверх того. Но это уж как Бог позволит. Кому их издать? Расстаемся мы всегда или на время. Но подтверждаю, что нам с вами было хорошо. Все было в срок и без обмана. С каждой стороны добротно. И остаются приятные воспоминания. Это опишу директору. И тут их отдел как бы был. Спектр называется. Книжное издательство. В финансовом отношении никто никому не должен ни рубля. Расстаемся мирно. Это целая эпоха моей жизни. И она светлая. Игнатий Лапкин. Подпись. Моя издательская деятельность, похоже, окончилась. С 21 октября 2001 года, то есть, когда я первую книгу выпустил, стихи, прошло 9 лет. Вот что по статистике выходит на книги. Если на полку поставить, то займут 1787 метров, больше километра. В 33 книгах открыты оком по 752 страницы. Слов 8 миллионов 970 тысячи 821. Знаков без пробелов везде. Всё показываю. Для Слова Божия нету книги. Это дополнительные, которые я там показывал, 47 миллионов. Это отдельно, эти не учитываются. Кистьеву православию, страниц еще. Симфония на жди от святых. Всё показываю. Симфония на канонической книге. То, что я издал. Притом, Симфония на канонической книге самая лучшая за всю историю. Впервые издана Симфония на жди от святых. Такая тоже. Стихи. Новый Завет Столкования Блаженного Фефилакта. И 297 комментариями Лапкина. В трех книгах. Сколько знаков. Сколько букв. Три. Новый Завет общая в трех книгах. Слов. Столько-то. И знаков 4 миллиона 502 тысячи. 125. Это тоже туда в 47 не входит. То есть здесь более 50 миллионов букв. Мне надо было клюкать. Итого всего в книгах. Всех слов. 57 тысяч. Ну вот это вот. Для сравнения. Полная Библия. Сколько Архипелаг ГУЛАГ насчитывал. Сколько. Это тоже выходит в 9 лет. Что заново перенасчитанная Библия. Архипелаг ГУЛАГ. Вот где. В неканонические книги. Еще раз повторяю. Где-то я им написал. Так. Покажу еще маленько. Конечно, многовато на сегодня будет. Вот. Книги статистика. Еще можно было. Пока. Покалипсис. Откровение. Ну и. Немножко покажу. Вот. Перемер к себе своим воображением. Я стихотворение написал. Вот оно внизу. Перемер к себе своим воображением. Все то, что прочитал или услышал. Для снайпера сегодня я мишенью. Всем хищника меня Бог сделал мышкой. Вот кто нападает на меня, они в этот куплет попали. Ни час, ни сутки. Но сплошная жизнь. На выходе и в ходе, за обедом стреляют точно в лоб. И давят только вниз. Задача выжить и ни одной победы. Хотя, как знать, когда я ускользну, стрельба и яд петля не захватили, враг не достал и стратил всю казну, уверенность пожег в истерике, в бессилии. Из совещания по тайным кабинетам, моим паролям, кличкой, псевдонимом пропитаны, обклеены планшеты. Так день и ночь острелы мимо, мимо их измотало. В горных перевалах там след моей ступни не раз петлял. По шахтам, гротам, по лагам, отвалам. И следует святых, о ком я насчитал. Мой бег, мое убежище с Давидом, за мною доек, бешеный Саул. Они разведали, что я мьямет Акриды, а штаб-квартира избран Барнаул. Я с Моисеем на своей вершине в последний раз смотрю из-под руки. Враги с собаками, с биноклями, в машине. Мой след вынюхивает у кустов реки. Моя погоня! Гнались до упаду. Я отошел, не досягаем вам. Прощай, земля, азарт, закон ограда. Мой труд следы, считайте по слогам. Я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу. Со златоустом путь житийный пройден. С той стороны земли на все гляжу. 28 мая 2002 года. Игла Игнатий Лапкин. Музыка, пение, игра Виктора Савченко. Вот еще раз хочу сказать. Виктор Савченко, вот, ну, за зомбирован, очевидно, был. Как эти неприятели говорят. А вот мы сейчас и прослушаем его на завершение. Сегодня 1 октября 2014 года. Вот Игнатий Лапкин сидит, его стихи. Сейчас мы будем. Виктор Николаевич Савченко, он будет их напевать. Это музыка. Примерь к себе своим воображением. Примерь к себе своим воображением Все то, что прочитал или услышал Для снайпера сегодня я мишенью Всем хищникам меня Бог сделал мышкой Ни час, ни сутки, но сплошная жизнь На выходе, не в ходе, за обедом Встреча стреляет точно в лоб И давит только вниз Задача выжить ни одной победы Я успевал на каждом повороте Засеять поле, застолбить межу Со златоустом путь Житийный пройден С той стороны земли На все гляжу С той стороны земли На все гляжу Хотя, как знать, когда я ускользну Стрельба и яд петля не захватили Враг не достал и стратил всю казну Уверенность пожег В истерике бесили Их совещания под тайным кабинетом Моим паролем, кличкой, псевдонимом Пробитаны, отклеены плашеты Так день и ночь, астрелы мимо, мимо Я успевал на каждом повороте Засеять поле, застолбить межу Со златоустом путь Житийный пройден С той стороны земли На все гляжу С той стороны земли На все гляжу Их измотало в горных перевалах Там след моей ступни не распетлял По шагам, гротам, балагам, отвалам И следы святых, о ком я начитал Мой пех, мое убежище сгорело За мной доик беженый Саул Они разведали Что ем я мёд, как риды А штаб-квартира избран в Барнау Я успевал на каждом повороте Засеять поле, застолбить межу Со златоустом путь Житийный пройден С той стороны земли На все гляжу С той стороны земли На все гляжу Я с Моисеем на своей вершине В последний раз смотрю из-под руки Враги с собаками, с биноклями в машине Мой след вынюхивает у кустов реки Моя погоня гнались до упадок Я отошёл и достигаю вам Прощай, земля, азарт, закон ограда Мой труд следы читайте по слогам Прощай, земля, азарт, закон ограда Мой труд следы читайте по слогам Я успевал на каждом повороте Засеять поле, застолбить межу Со златоустом путь Житийный пройден С той стороны земли На все гляжу Я успевал на каждом повороте Засеять поле, застолбить межу Со златоустом путь Житийный пройден С той стороны земли На все гляжу С той стороны земли На все гляжу Ну что сказать На этом все Дал Господь так вот сказать Сделать И показать Наши Которые И наш ресурс Вот отдельно Православный видеоканал А то говорят Вот он раньше был Раньше делал А сейчас ничего не делает Интернета не было Это все потом Все сейчас В этом моем возрасте Вот сейчас На сегодня Конкретно показываю Не за вчера На сегодняшний день Это мой мир Мой мир Повторяю Ясное дело Что это не прошлое А сегодняшнее 21 тысяча фотографий Наших фотографий Вот тут сейчас С митрополитом Виталием С митрополитами С епископами Ко мне на дом заезжает Православные Приглашают к себе У меня ни одного миссионера нету Масендий Епископ Антоний говорил У меня дома был Надежда Васильевна Пирогами угощала Ну вы все время Делайте поправку На следующее Что у меня нет Никакого духовного образования То есть Смысл такой Меня никто не калечил Я просто все получаю На молитве от Бога А что они нападают Или где-то Это не обо мне Они говорят Люди которые впервые Приходят Вот сегодня Вот доктор Богословия Бачков Патриарший Тот говорит О десятках тысяч людей Тысячи Которые пришли Это дело другое Это один Бог знает Я не считал Не считал и не знаю Я знаю только что Сектанты, еретики, мусульмане Принимают крещение Вот А теперь Дальше что у нас Вот большой формат Так ясно дело Что не прошлые годы Тысяча шестнадцатый год Тысяча шестьсот тем Полнейших Более полно Даже трудно составить Тем Тем Но не когда-то Вот он такой-то был Все растерял Бог отнял Награды нет Ну что вы о моей награде Так заботитесь-то Награды нет Да Бог знает Какая награда Вот теперь Вот Показываю Что Ну ну Шесть лет Шесть лет У кого есть видеоканал Посмотрите Что у вас там шесть лет Вот я сейчас показываю Девятнадцать тысяч Двести Двести Двадцать шесть подписчиков Ну то есть Вот-вот еще И будет Двадцать тысяч подписчиков Так я материалы-то Ставлю не чужие Свои Вы-то еще ставите Там все где-то Чужое У меня до единой фотографии Почти все свои Дальше Просмотры Девятнадцать миллионов Девяносто четыре тысячи Триста сорок семь Ну Ну да Еще не Непонятно То что Мы разные А теперь вот Но во свете Библии Ну ясно дело Что Это Не сегодня сделано Во свете Библии Вот Книги здесь Сколько книг Это Я последнее время Не тогда Когда-то То есть Тогдашнее Они не могут отрицать Так просто Капает Горется Плююсь Сморкаюсь Горет на тебя Как про то По бакуум Говорил Вот Когда люди говорят Что-то приходится Потом им говорят Каяться И говорят Кровью харкать Вот книги отдельно Где Вот я отключаю Звук и видео Смотрите Я его нажал Звук и видео Звук и видео Вот что здесь Насчитано мною Пожалуйста Это все Последнее время Которое я распределяю Насчитано было А расставить-то все это Оформить-то На сегодняшний день Да златоуст Это Говорить не надо Что никто Даже не посягнет На это Ну так это Ну теперь я показываю Конкретно Творение святого И оно Творение жития святых Вот я нажал 12 книг Это надо было сделать Вот на каждый век Из каждого дня Выбрать Какой век Такой По векам Чтобы вот так было До одного жития святого Этого не было Никогда нигде Это впервые сделано Что я делал Это все впервые Впервые Господь позволил Господь сделал Но через меня Не через вас Потому что Вы не Метара Тарабища К себе не можете Привлечь в гости Ни Сергия Строгородского Когда он сказал Никого Ну и что теперь Ну нападайте Один раз нападете Где-то По носу стукнули И архиереи вас задавят И мне придется Идти опять на помощь Из одной буквы Б Второй книги В алфавите И вот теперь смотри Теперь я вот открою Допустим Что четвертый век Столько-то Жития святых Ой-ой-ой Это что Каждая водная цифра Означает 2 часа 5 минут Вот сколько цифр Это начитывать Не просто считать Ну Так это не все Это тогда было А теперь А каталог на жития святых Теперь по файлам Это все новое А теперь смотрите Вот первый файл Первый век Сколько Сколько страниц В книге Я показываю Не надо книгу открывать Название его И как Теперь я просто прокручиваю Каждый файл Каждый файл Смотрите Это я показываю Только по По житиям Каждый век Сколько проходит Вы зайдите ко мне Увидите Это я продергиваю Это каждую строчку Надо было прописывать Высчитывать Какого числа Это все уже Когда интернет появился Это для интернета сделано А для тех Которые были Насчитаны Жития И Златовус Везде нужно Тоже сопроводительные Были Почему Потому что Писалось На 250 метров На 375 И на 525 Метров Вот 525 Одна катушка 12 часов Которая 375 Восемь часов 20 минут Вот теперь Я все прокручиваю Чтобы показать Сколько А то Тогда он работал Сейчас нет Он все растерял Сейчас у меня Во много раз Больше чем тогда У меня ежедневно Утром встаю Я почту Разбираю 2 часа Почту Отмечаю Я беру То далеко Далеко не все А сколько нападок Здесь 5 тысяч Только пришлось Мне кинуть В черный список Матерки А то кто Травят попы А то они их Натравливают А я уже узнал И платят деньги За это даже И власти Которые недовольны Вот Повторяю Это только Жития святых Только Вот теперь Я назад ухожу Ага Рассмотрели А теперь Что можно взять Такое Творение Ана Златоуста Я открываю И вот оно Том 1 2 3 Каждая Вот эта Цифирка Означает 2 часа 5 минут Дальше Первый том Теперь можно Скачать И теперь Все это Переведено Бог дал Помощника В интернетную Версию На файлы И поэтому Так много У меня Конечно А сколько У вас файлов 10900 10 тысяч Роликов У меня Не файлов 9 10900 То есть В этом месяце Будет 11000 И что Ну это же Мой труд Не ваш Чего Вы так Не признаете Ну мой Это мой Но он Бог Сделал Как Тарабич Говорит И будут Нападать И не будут Знать А потом Книги эти Будут искать Я это Беру Больше Никого Север Не меня Никто Не живет Вот это Златоустя Состоюсь С ним Это мне Подарил Архимандрит Кондратенко Отец Арсений В Синоде В Нью-Йорке Вот как Бог делает Вот я вам Ответил на вопрос Который нападает Не на меня Я не могу Ничего там Смотреть Но то что я Выставил Как раз Все это Опровергает То что они Говорят То есть Они все Пиарятся И Вовнутрь меня Это с той целью Если я там Занимаюсь Детьми А это педофил Если я с детьми 45 лет Педофил Но власть Этого Обвинения Не ставила Никогда Не было Этого А наоборот Суровое Отношение К детям И они Новыми Мужчинами Рождаются Целомудренными Девушками То есть Безумия Нет конца Я только Молюсь Господи Не помяни Им этого Безумия В судный День Я вас люблю Люблю Для вечности Вам выпал Другой жребий Будь Быть гонителями Клеветниками Злохулителями Это В избрании Вас на это В районе Прописаны А если Имена ваши Были бы на небе Прописаны Вы бы с детства Показали Что вы от женщин Сохранены Из вас Я не знаю Можно кого-то найти Или нет Чтобы он До брака Не был Блудодеем Даже это Я уж не говорю Больше Там Говорит Вот Какой мой ответ Ответ На сегодняшний день Считаю Хватит И так Сейчас 43 С Богом